Снегоходы широко используются в Арктике, но малочисленность населения дает малый рынок сбыта, и потому снегоходы в основном используют для развлечений в разных регионах Северной Америки. Число снегоходов в Европе пока относительно небольшое, хотя и там они становятся популярным видом транспорта. Снегоходам нужна большая прочность, чтобы обеспечить седокам безопасность и удобство, поскольку они часто едут по неровной местности. Все начинается с алюминиевой рамы. Детали приходят отчасти прикрепленными к радиатору, робот поворачивает и удерживает раму. Управляемый компьютером механизм с большой точностью пробивает отверстие и вставляет заклепки в раму. Благодаря этому процессу детали крепятся прочно и не вибрируют. Далее идет задняя подвеска, которая должна сделать поездку как можно более гладкой. Введение этой пластиковой прокладки в полос сводит к минимуму трению между гусеницей и подвеской. Лента конвейера перемещает эту систему подвески по нескольким этапам. Колеса и звездочки будут поворачивать гусеницу, которая цепляется за снег. Детали подвески, пружины и катушки ставятся прямо на полозья. Вместе с этими рессорами подвеска хорошо ляжет на раму снегохода. Сборка системы передачи начинается с этого контрпривода. Сначала устанавливается высокоэффективный тормозной диск из кованой стали. На него, благодаря выступам на этом кольце, надежно встает кожух цепной передачи. В этом литом алюминиевом корпусе будут две шестерни и цепь. Этот болл соединен с пружиной, которая не дает шестерням и цепи ослабнуть при вращении. Цепи-натяжное устройство должно плавно двигаться в своей канавке вперед и назад, чтобы натяжение цепи было равномерным. Контролируется должное сжатие и расширение пружины. Теперь черед масляного манометра. Важно, чтобы масло равномерно смазывало детали, потому что двигатель создаст высокое трение. Передача устанавливается поверх рамы. Эти катушки, пружины, полозья и колеса легко встают на резиновую гусеницу. Задняя подвеска соединяется с гусеницей, а эта белая пластиковая звездочка соединяет гусеницу с передачей. Непосредственно к звездочке крепится датчик скорости. Четыре прочных стальных болта крепят заднюю подвеску на раме. Они настолько крепкие, что подвеска может выдержать вибрацию, возникающую на больших скоростях. Болты крепят электрический стартер прямо к двигателю. Двигатель с впрыском топлива дает много жара, до 700 градусов Цельсия. Эта изоляция состоит из многих слоев изолирующей ткани, которая служит тепловым барьером и защищает водителя. Двигатель изготовлен из литого алюминия, так что он относительно легкий и весит всего 45 килограммов. Он движет снегоход со скоростью до 200 километров в час. Теперь черед передней части снегохода. Эта система передней подвески устроена не так, как задняя. Подъемный механизм составляет их вместе. Бензобак сделан из легкого штампованного пластика, а не из металла. Устанавливают дроссель и еще несколько важных узлов. Эти легкие пластиковые обтекаемые боковые панели придают снегоходу изящную форму. Остался последний этап. Подъемник ставит собранный снегоход на поддон. Полистироловые листы защищают снегоход во время транспортировки в магазин. Сначала до конца сборка этой готовой к продаже машины для езды по снегу заняла три часа. Продолжение следует...